Всем привет! У нас покупки косметики! Ух, наконец-то, да, что-то опять новенькое. У нас будет сейчас уход. Чуть-чуть у меня всего по чуть-чуть, но на видео накопилось. Уход, декоративка и парфюм. Давно не вот это средство. Это фирма All In Professional Bionica Mousse Rekonstructor для волос. Откуда я узнала про это средство? Это пенка-мousse после мытья, перед стайлингом. Это не термозащита. Типа восстановление, репейер, реконструктор мусс для волос. То есть, когда ты помыла, наносишь, начинаешь потом волосы укладывать либо сушить. То есть, ни липкости, ничего вообще на волосах он не заменит. Типа что-то восстанавливают. Как будто бы логично, что ты, если использовала маску, то это как бы продолжение какого-то реконструирования, репейера, восстановления твоих волос. Я бы сто лет жила, да, и не узнала про это средство. Узнала я здесь в Стамбуле от парикмахера, ну, русскоговорящего, который привозит сюда эти пенки, пользуется, в салоне ими работает. Я не почувствовала, что это как-то восстанавливает волосы. Никакой особой разницы нет. Пользуюсь уже практически два месяца. Пена очень плотная выходит, густая, и прям такой тяжелый флакон. У меня ощущение, что его хватит очень надолго. Практически каждый раз использую это средство. Но прям заметного эффекта нет. Кто пользовался, почему показываю, расскажите, какой эффект вы заметили, если он вообще. Но так мне очень, типа, круто я здесь среди наших парикмахер советовала, рассказывала, что мне так захотелось, что пришлось срочно покупать, привозить сюда в Турцию. Вот такой крем хочу показать. Это Натура Сиберика. Ночной крем-баттер для тела Тайга Доктор серия. Пахнет кокосом. Очень такой взбитый, хороший мусс, как раньше были такие же баттеры. Помните, популярные в бодишоп фирме? У них были просто боди-лоушен и боди-баттер. Вот один в один точно такое же. Менее плотный, более взбитый, чем прям из боди-шоп. Но эффект все точно такой же, классный, хороший, советую, неплохое средство. Почему показываю? Оно у меня привезено из России. Но теперь Натура Сиберика, Биотекс или кто еще? Белорусская, короче, косметика, еще какая-то белорусская марка. Они теперь есть в Турции. Продаются они на Триндиоле. У них здесь появился представитель. Компанию оформили, юридически все привозят. Растаможку, как я поняла, оплачивают. Почему я поняла про растаможку? Так потому что это стоило, наверное, 350 рублей мне где-то по акции. Может, я покупала онлайн, не помню. А такая баночка, этот крем тоже есть на Триндиоле, только стоит он 300 лир. То есть в три раза дороже, чем... У нас здесь налоги, конечно, на вас огромные. Получается, допустим, 350 рублей сам крем, потом 350 растаможка, логистика привезти. Триндиол они зарегистрировали, зарплата им тоже нужна. Но если кто-то прям фанаты Натур Сиберика, там все есть. И детские линейки, и скрабы эти облепиховые, крема, баттеры, все есть. Если вы очень сильно скучаете, любите, или можете быть за столько этой косметикой. Это, кстати, не реклама никакая. Просто я вас информирую, кто в Турции. Пожалуйста, на Триндиоле все это теперь есть. Но стоит ли оно того, то есть это бюджетное, для моего понимания, это масс-маркет, бюджетная косметика, но за такие деньги 300 лир. Сейчас поиситуринские мерки брать, это недорого. На самом-то деле это нормальная, адекватная здесь цена. Потому что столько же бодишоп стоит, короче. Ну вот так, что здесь вот Натуру Сиберику по цене бодишоп. Ну это прям вообще находочка. Это мне подарок был. Это крем для рук. Первый раз вообще пользуюсь этой фирмой и этим кремом. Но просто это круто. Это крем Мейнс, фирма французская, увлажняющий крем для рук. Это оранжевая упаковка с грейпфрутом цитрусовой. Есть у них еще упаковка 100 миллилитров, это 30 для сумочки. Цена их 100 миллилитров 20 евро 18, а маленькие стоят по 8-10 евро. Боже, это просто потрясающее нечто. Даже сейчас чуть нанесу. Это такой же ценовой сегмент, на самом деле такое же качество L'Occitane. Клевый, крутой. Бархатная кожа, просто моментально. Офигенно обволакивает. Запах цитруса просто обалденный. Прямо у нас устоит. Ну, это, конечно, если вы поедете во Францию, или кто-то у вас туда поехал, или вы там живете, пожалуйста, присмотритесь. Очень крутая линейка. Крем просто замечательный. Аналог ближайший это L'Occitane крема. Но вот этот более бархатный, еще более приятный. Возможно, кстати, они где-нибудь в DT-Free продаются, скорее всего. Надо будет посмотреть в DT-Free, там будет, потому что там дофига чего есть. Много французской косметики. Надо посмотреть в нашем DT-Free. Я думаю, если я вот сет, например, у них есть сеты такие по 30 миллилитров, как и в L'Occitane. Я бы такой купила сет из кремиков. Просто суперпрекрасный крем для руководителя декоративки. Мне так не понравилось. Эти силиконовые шарики, про которые вам рассказывала, что пришлось купить два новых. Купила я еще два вдобавок себе геля для бровей от Pussy. Один я закончила, одним сейчас пользуюсь, и два вот еще в запас. А открывать не буду, так как он новый. Ну что, мне нравится. Мне очень понравилось. Все очень круто. Один минус только то, что он быстро тратится, очень сильно, потому что он густой. И второе, что вот эти силиконовые шарики образуются, это мало приятного. То есть он буквально вот этой упаковки на месяц хватает. Прям отлетают только на ура. Оно фиксируется, ну просто аналогов нет. Классные мне очень нравятся. Но опять скажу, попробовать у них что-то их... У меня девчонки писали, шайбочка у них появилась для бровей. Ну зачем она мне? У меня на Анастасии Абоверли Хилл съесть шайбочки, потому что я их пусть и покупать, пробовать не буду, неинтересно. Я более прорациональная, то есть чем я буду пользоваться, просто с интереса купить, чтобы потом валялось, не хочу. Еще в России там я заказала, там мне привезут, но не скоро. Но я заказала гели для бровей. Не поверите, я как бы не фанат этой вообще косметики. Первый раз что-то купила от Сэмми Бьюти. Я понимаю, что блогерская это фигня полная, конечно, но обратила на что я внимание, что упаковка, кисточка. Один в один. Просто это копия. Они походу там же сделали, на том же заводе, просто вот эту упаковку они сделали фиолетовым цветом. И мне стало тупо просто очень интересно. Если сравнение, в интернете я ничего не нашла. Мне кажется, что это просто один и тот же продукт. И цена у них практически копейка в копейку одинаковая. Просто крышечки цвет другой. Мне просто захотелось в руках подержать, попробовать, посмотреть, убедиться то это или нет. И когда пошел замес с карандашами для губ от Гуар, тогда много комментариев вышло про карандаши Мисс Таис. Я купила себе в 780 оттенке. У меня тут на губах. Честно скажу, вот эта штучка на попке и сам карандаш цветом отличаются. Не похожие. Он более коричневый, нежели вот такой холодный. Многие говорили, что это прям аналог вот этого шиковского карандаша и Гуар. То, что они все типа три на одном заводе, просто разная упаковка. Типа внутри содержимое одинаковое, цвет одинаковый. Сейчас затестим с вами. Честно, вот здесь у меня сначала идет пожирнее сделаем Мисс Таис. Очень бюджетные, хорошие карандаши. Суховатые. Сразу говорю, мне они не очень нравятся, что они сухие. Поэтому много точить. Быстро они сухие, ломаются, крошатся. Причем какой-то пигмент оставляют на губах. Ну, поэтому быстрее заканчиваются. И при этом сравниваем с вот этим от Наташи Шик. Нет, они разные. Вот здесь Наташа Шик, а здесь вместе. Он рыжий, а этот более розовый, холодный. Ну, вот этот рыжий прям, коричневый. У Наташи Шик, вот если выбирать, он более мягкий, приятный. Быстро, то, что, конечно, расходуется. Быстро стирается, потому что он мягкий. На губах приятнее. В общем, ну и цена абсолютно разная. Здесь, условно говоря, там 300 рублей, а здесь 700. Ну, здесь даже дешевле он можно найти. Ну, условно, максимум три карандаша по цене одного вот такого. Конечно, дешевле этот. Но по оттенку они, вон, не похожие, разные. Вот он. Вот это вот. Смотрите, вот его крышка. Ну, это вообще не похож. Он рыжий, блин. Вот деревяшка его больше похожа на этот. Ну, реально, ребят. Капец, короче. В общем, по качеству Шик, конечно же, это просто два разных уровня. Это сразу видно. У меня сейчас на губах Миста Ист от карандаш. И вот это от Шик у меня 01 Сент Пинк. Я приглушила им вот эту рыженую, желтизну, теплоту от Миста Ист. Переходим к декоративке. Я повторила свою покупку. У меня закончилась пудра Фэнти Бьюти. Оттенок беру 02 Баттер, потому что 01 Лилок, она максимально холодная. Прям для белой, просиленовой такой кожи. Вот это типа желта. Вот она у меня сейчас на лице. Но она, у меня вообще холодный, если что, тон кожи. Но она мне очень хорошо подходит. А белая прям, она просто выбеливает. Ей тоже можно пользоваться, она очень сильно выбеливает. Вот она стандартная пудра. Здесь вот заглушка пластмассовая в комплекте идет. У меня она в шкафчике такая еще стоит. Я заканчиваю пользоваться. Ну вот она, собственно. Это так убирается. Ну и все, короче, там заглушка еще. Потрясающая пудра. Честно, сейчас дам ревью. Сколько здесь? 28 грамм. Очень надолго хватает. Наверное, года 2 или 3 я даже пользовалась предыдущей банкой. Потрясающе держит. Для турецкой весны, лета. Самое лучшее фиксирующее. Для видео то же самое. Она не выбеливает, никакие пятна не ставит. Максимально идеально. Она, конечно, весь день держаться не будет. Но из всего, вот самый долгосрок, это она по действию. Из тех, что у меня есть. При этом у меня клей Депо. Помните, я вам показывала синие банки пудра? Она вообще не стойкая. Она вкусно приятно пахнет. Люксовая, хорошая. Но по качествам вообще рядом не стояла. Две моих любимых пудр. Это Hourglass и вот это. Они фактически по эффекту одинаковые. Но вот это даже поплотнее. Fenty Beauty лучше фиксирует. Я хочу приобрести еще для интереса от Huda Beauty. Там тоже говорят, она так же классно фиксирует какая-то. Вот я хочу сравнить еще у Huda Beauty. Но вот эта пудра от Fenty. Не знаете, что купить? Оттенок Butter 0,2. Есть еще у них в мини-тревел формате. Сразу говорю, не покупайте. Купите подороже, побольше. Здесь 28 грамм. А там в мини-формате. Короче, не выгодно по граммам вообще. Скорее всего, если вам для фиксации нужно, она вам понравится. Она поры там. Наоборот, она их не подчеркивает. Не провалится. Она их очень сильно сглаживает. Шлифует. Ничего не подчеркивает. Сухость, естественно, как любая пудра подчеркнет. Но именно прям порость. То есть она прям как будто сглаживает это все. Никаких блесток в ней нет. Матовая, хорошая, классная. Нет ощущения муки. Она прям мелкая-мелкая. Как вот пудра просто. Вуаль. Вот. При этом клей-депо у меня пудра. Она тоже мелко помолота. Но она западает в поры. Подчеркивает ямки. Ну, короче, она не очень хорошо выглядит. Хотя это очень клевая. Кому-то нравится, я не спорю, но стойкости в ней никакой нет. Она очень сильно выбеливает. Тут у меня 0,1 оттенок. Ну, короче, я не до конца ее назовем так довольна в итоге. Есть просто пудра получше. Она неплохая. Но именно для фиксации она не подходит. Следующая декоративка. Я купила палетку от Наташи Диноны. Айни Дэ Ньют. Маленькая ремью. Скажу, вот у меня сегодня на глазах эти оттенки. Это Наташа Динона. Айни Дэ Ньют. Даже специально не отрывала я эту, чтобы не отсвечивала, не бликовала. Стандартная. Нюдовая. Как говорят, типа холодная, а не холодная. Палетка для глаз. Палетка Глэм. Видите, какая она желтая. Ну, она теплая конкретно. А вот эта новая. Айни Дэ Ньют. Ну, какое тут может быть сравнение? Что здесь похожее? В каком месте это что-то похожее? Ничего похожего нет. Но это такая, она больше по цветам своим коричневым, матовым. Напоминает Бибу даже. Наташкину. Свою же. Я ее купила для повседневных макияжей. Это я просто скажу. Это обычная нютовая палетка. Не холодная. Ее нюты эти, они не в холод идут и в розовинку, а в желтизну и в оранжевый даже оттенок. Вот этот оранжевый сам о себе просто говорит то, что он здесь идет. У нас вот я вот здесь его использовала для растушевки, заглаживания. Просто обычная нютовая. Сейчас вам расскажу откуда. Это все навеяно. Никто почему-то в своих обзорах об этом не говорит. Здесь просто добавлены блескучки симпатичные. Я, конечно же, как бы сподобилась на нее, потому что мне были интересные блески красивые. Я это очень люблю. Вот этот оттенок Muse типа в новой формуле. На самом деле вот он у меня на веки. Он немножко в зелену уходит. Желто-зеленый оттенок. Вот этот розовый. Красивый. Сейчас я его наберу. Он нифига не розовый. Когда ты его наносишь на века, он получается одни блески какие-то розоватые. Отдельные блески, не металлик какой-то. Вот этот, новая формуля. Ну, чуть-чуть тут видно. Желто-зелено-оранжевый. Так он теплый. Никакой не холодный. Он теплый. Вот он у меня на веки. Он теплый. Пожалуйста. Здесь немножко с холодинкой оттенок. Делилах какой-то. Здесь, видите, тоже там что-то холодненькое. Фиолетовое такое перламутровое. Намешано на коричневую базу. Я такая открываю и думаю, блин, где ты это раньше видела? Что-то это похоже. И я вспомнила. Urban Decay Naked. Первое. Потому что у меня тут уже жесть. Но она осталась. Я так порывалась выкинуть недавно. Смотрите, что у нас здесь? Матовые оттенки. Я подумала, ну что же они мне напоминают? Ой, удивительно. Здесь тоже есть что-то такое же, да? Опа. Не хартите? Не хо-хо. Этот оттенок. Вот он. Вот этот мой дотертый до дырок. Вот он. А этот вот здесь. Они на сводчах просто идентичные. На веках эту разницу вообще не видно. Я просто когда увидела их, вот так думаю, блин, я же где-то это сочетание тройки видела. Потому что вот оно, мое сочетание, заюзанное максимально когда-то. Urban Decay Наташа Динона. Все хорошо забытое старое. Вообще по палетке. Я не жалею, что я ее приобрела на повседневку. Я переберу оттенки, которыми не пользуюсь здесь. Я их вытащу. Вставлю из глэма или еще откуда-то другие. Хочу из этой палетки сделать на повседневку на каждый день макияжа. Что отмечу? Качество, конечно, не такое, как Urban Decay. Простите, практически на 10 лет прошло с этого релиза. Urban Decay теперь у нас уже другой. Его обычно уже где-то есть, но он уже не популярен. Все, мода ушла. Забытая, старая. Качество формулы Наташтено, она, конечно, лучшее. Не пятнит. Все прекрасно. Претензий никаких нет. Но я не скажу, что это холодная. Это обычная палетка. Коричневая, на самом деле. Входит, скажем, в холодинку уводят вот эти блестки, которыми на каждый день ты пользоваться не будешь. Они очень сильно блестят. Это на видео выглядит так неярко, но в повседневной жизни ярковато, я вам скажу. Ну, просто обычная палетка Наташи Диноны. Какие ей там оперы поют, как ее хвалят в отзывах, я этого не понимаю. Обычная, спертая Urban Decay идея. Вот это Urban Decay Naked, в которую добавили блесток. Все один в один точно такое же. Вот я ей даже еще и крашусь. У меня ощущение в флешбеке, что я сижу Urban Decay Naked крашусь. Просто появились блестки. Все, никакой разницы нет. Но палетка хорошая, я ее советую. Кому надо, такого нет оттенков, покупайте. Качество хорошее. Я вообще фанат Наташи Диноны, ничего против не имею. Всем советую. И новый парфюм. Я вам говорила, что собираюсь приобретать. У меня High Fragrancy, Wrap Me in Dreams. Это я посмею сказать, что это монопарфюм. В моей коллекции первый монопарфюм. Мне их раньше не было. По аромату. Это моя интерпретация. Это не заявлено в описании. Моно, потому что это запах черешни. Вишня, черешня. Вообще пишется черри, типа вишня, но по аромату больше черешня. Например, пьяная вишня. Вот это она. Вы можете почитать состав парфюма, но по факту, что я слышу. Изначально, когда я его купила, начала нюхать, когда воспользовалась им. Когда он мне уже пришел, я такая, я что-то разочарована. Я всего этого не чувствовала. Сначала это наносится яркой, острой, сладкой, просто до тошноты. Муж мой вообще парфюм не переваривает. Вишня, черешня. Затем это раскрывается алкоголь, ром тяжелый, немножко в древесную ноту, самую капелюшку уходит. И буквально через час я вообще его не ощущаю, этот парфюм. Это какая-то сказка. Я столько им пшикаюсь бы не представляется. Скоро вообще закончится. Очень быстро. Я его вообще не чувствую, но мне очень нравится. И затем через час-полтора это ваниль. Немножко с нотками черешенки. Знаете, есть такие конфеты, молочный шоколад, вишня алкогольная. Вот это сладость шоколада молочного, вот этот алкоголь ром и эта вишня. Вот как эту конфетку ты ешь на вкус? Ну приятная, не супералкогольная, а приятная со вкусом. Мягенькая такая, с сладким этим молочным шоколадом бельгийским. Но это аромат такой. Как твои вкусовые рецепторы во рту. Ох, аромат. Для кого посоветую, кто любит моно, простые, но при этом они от этой простоты очень сложные парфюмы, которые четко читается состав компонент. Когда ты четко можешь сказать, о, это черешня, это ваниль, а это ром, а вот немножко древесные нотки. Но это тем, это назовем простота, прямолинейность и крутая, потому что это очень трудно сделать. Здесь нет дорогой намешанных вот этих масел, основы базы мысленистой, как у многих нишевых парфюмов, это нишевая парфюмерия. Поэтому она легко уветривается, но при этом она, знаете, такая алкогольная, сладкая, вишневая, ванильная. Ей вот это масло, точно не нужна эта основа, потому что это будет просто душить, это будет нереально. Она легко испаряется, эта база, и остается вот эта ванильная послевкусие. Потрясающе, мне очень нравится. Интерес очень простой и в тот же момент очень сложный парфюм. Кажется очень простой, однокомпонентный практически. С другой стороны, просто прекрасная песня для вашего носа. Советую тем, кто любит Tom Ford Cherry, вишенки, черешинки, сладости, ваниль, вам всем рекомендую. Но если кто-то любит ваниль, прям для вас эта история. Кто еще пользуется какими парфюмами этого бренда, High Fragrancy, пожалуйста, дайте знать, посоветуйте. Хочу принюхаться, мне у них очень многое нравится. Мне еще эта концепция легкости выветривания, но при этом это сильный парфюм, мне очень это подходит. Еще на примете два слабеньких таких в белой упаковке есть, цветочные. Я вот со смородишкой, черная смородина, там есть роза, это мое сочетание. Мне может это подойти. Миллиора, очень напоминает Миллиору. Короче, советую, мне очень нравится. Но сразу скажу на любителя, пожалуйста, заранее затестите. А лучше всего от Ливант купить или какой-то, ну, не один раз на кожу поносить. Это 100% перед покупкой. Что я сразу разочаровалась. Я такая раз, фу, блин, чай вишня. Я ощущение, я салтом яблоки пшикнулась с тестером. У меня было ощущение другое, совсем дорого. Дорого, приятная, крутая, дорогая, ваниль богатая, такая на одежде днями держалась, просто пока не постираешь. Ну, и в итоге оно так и есть. Но на летом хорошо, активно так нос ваш обволакивает. Очень дорого, богат, добротная вишня. Сладости выходят в холодное, когда уже больше влажность в воздухе, холод, дождь, осень. А ваниль, кстати, не согревает, она выветривается больше, больше черешенки, вот этой вишенки остается. Сладости становится меньше. Короче, он классный парфюм. В общем, его можно описывать очень долго и долго. Советую, присмотритесь, если кто любит. Довольно-таки у них хорошее качество, именно мне нравятся ароматы, их уровень, тонкость. Вот, они простые компоненты, но при этом очень тонко подобраны. И ты потом очень тонко, приятно пахнешь. Вот это сейчас ощущение потрясающее, вот этой марки. Они вот как-то научились вот так красиво все это делать. Вот, например, даже если мы берем для сравнения вот рожа. Энигму я хотела купить из-за черешенки, запаха вот этой Кока-Колы. Вот это замена, вот Энигму, кто любит, вот это вам понравится. Там Форчери вам, если вы любите вот это, та же стезя вся. Но, понимаете, здесь вот эта однокомпонентность, кавычках, это мое определение, она такая манительная и тонкая, когда даже в Энигме намешана ваниль, вот эта вот сладость идет, черешня, то, сё, пятое. Вот это многосложное, оно, и это слишком много, и это как-то усложняет, и ты так отталкивает, я бы сказала, этот запах. А тут, ой, черешенка, ваниль, шоколад, ммм, как вкусно, приятно, вкусные конфетки. И тебе сразу он как-то притягивает ближе к тебе, вот ответ какой-то этот парфюм в тебе находит. Так, ладно, всё, короче, затянула я эту историю. Сначала вот у меня прям чисто ром, алкоголь, спирт, черешни, как настойка вишневая какая-нибудь, а потом это сахар остается. Да, можно, кстати, с настойкой вишневой домашнего производства сравнить. В общем, надеюсь, что видео про косметику вам-то было тоже интересно. Обязательно ставьте лайки, пожалуйста, делитесь, потому что это видео очень понижает рейтинг моего канала. Влоги и косметика смотрят очень мало, и всегда, если такие видео запускаешь, то они понижают общую статистику канала. То есть каждое, по сути, видео про косметику мало посмотренные, они у меня, мне нужно снять 3-4 видео с большим уровнем спроса, большими просмотрами, чтобы это в статистике канала компенсировало, чтобы YouTube предлагал мои видео больше и чаще другим зрителям на YouTube. Вот для чего я рассказала немножко тонкости такие. В общем, спасибо за внимание, пишите про эти парфюмы у кого что есть, ссылочки не доходят на YouTube, они в блог попадают, но пишите название, с удовольствием поищу, поизучаю, почитаю составы, я думаю, что еще что-то там найду. Спасибо за внимание, всем пока!